доброе утро дорогие друзья мы рады видеть вас и рады приветствовать давайте помолимся господи благодарны тебе за это утро иисус и конечно же благодарим тебя за благодать общение этим утром в теле христовым наполнение господи иисус слава тебе благослови сейчас эту небольшую мысль к основной части во имя твое молимся и просим аминь аминь давайте откроем послание к титулу 3 4 4 5 стихи извините когда же явилась благодать и человеколюбие спасителя нашего бога он спас нас не по делам праведности которые бы мы сотворили а по своей милости в баню возрождения и обновления святым духом и также давайте откроем не вся нам пятую главу 26 стих 25 мужья любите своих джон как и христос возлюбил церковь и предал себя за нее чтобы осветить ее очистив баню водную посредством слова интересно здесь говорится о том что он возродил баню возрождение и здесь допустим и вся на 5 главе 26 стихе говорится что он возлюбил церковь я подумал такой мысли что во первых мы с вами знаем что он возлюбил весь мир на иоанна 3 глава 16 стихи и баня возрождения мы видим с вами что это любовь его он возлюбил весь мир и всякий приглашается в это в это очищение возрождение это слово которое означает возрождение или крещение на мы человек спасаясь он также переживает это крещение духом святым и становится храмом духа святого и так первое бог возлюбил весь мир вторая вторая мысль о которой я подумал а бог возлюбил церковь как здесь описывается да и вся на 5 главе 26 26 стихе он конечно же весь любит любит весь мир но церковь способна осознавать и видеть эту любовь через баню водно да это очищение словом божьим он возлюбил церковь также и любит церковь очищая баню водную очищая словом божьим и здесь мы можем также увидеть каким образом происходит очищение словом божьим мы словно крестимся слово божье то есть воспринимая каждое слово и мы словно крестимся этим словом которое мы воспринимаем и затем через церковь он также являет о чем здесь написано и о чем здесь говорится что является благодать человеколюбие спасителя он любит мир и он говорит эту сообщает эту благодать он любит церковь наполняя ее укрепляя ее и затем церковь идет и является благодатью в духе святом укрепленная церковь словом божьим она являет благодать и человеколюбие спасителя аминь благослови вас господь аминь спасибо пастор нурлам он любит мир он любит каждого он формирует свой организм который пойдет и идет по миру это его тело христово церковь и она погружена все время слово больше духа святого идет и разносит эту вещь спасибо большое отец наш небесный мы благодарны тебе за это это слово которое ты нам даруешь не то что каждый день господь да мы по мере возрастания живем в твоем слове любуемся мы как мы становимся духовными профессионалами которые не только исследуют но наслаждаются картинами мимо которых раньше может быть мы проходили бы мельком здесь мы понимаем что мы в твоем присутствии и ты приводишь нам на память удивительные события славься бог наш благослови это время слова посвящения как ты уже и благословил в песнопениях в слове вступления в присутствии твоих чат в чате благослови господь изобильно продолжай совершать свое чудо духовного погружения слава тебе во имя твой иисус мы молимся и просим аминь мы с вами на прошлом слове посвящения завершили книгу послания к титу мы прошли с вами все три пасторских послания они не только для пасторов и лидеров для каждого человека и мы обнаруживаем какие бы у нас сложности не происходили в жизни его слову побеждаешь побеждают любовью его слово точно без слова нету откровения без откровения народ не обуздан но со словом мы обращаемся этим словом господа любим его и вот у нас сегодня первое слово посвящение и для нынешней работы я выбрал первое послание фессалоникийцам очень интересно послание после него пойдет второе послание но это потом потом очень сильные нагруженные послания сам город фессалоника это был один из городов македонии если мы посмотрим с вами на книгу деяний то мы обнаружим как апостол павел они проходи и сила это это один из пророков иерусалимской церкви который пожелал остаться в антиохии вместе с павлом ему понравилась проповедь павла он многое воспринял кроме того это было замечательное замечательные воззрения в будущее путешествие они молились вместе с церковью в антиохии и вот произошло событие второе путешествие апостола павла в которое он берет с собою силу этого или же силуана этого замечательного верующего из церкви в иерусалиме они проходят по тем местам которые были в первом путешествие миссионерском когда павел варнава а также иоанн марк который был взят для того чтобы быть дьяконом во время собраний которые будут проходить в разных местах но возникли некоторые трудности и рассматриваются пять причинам почему произошло это событие когда иоанн марк решил возвратиться павлу это не понравилось варнава как сын благодати и видевший благодать везде это бывает павлу нужно было еще у варнавы учиться этому направлению в своей жизни итак когда возвратились из первого иерусалимского собора церкви в пятнадцатой главе где рассматривался вопрос а что же такое евангелие и какое соотношение евангелие и закона моисеева оказывается евреи отвергнув мессию первого пришествия оказались слабыми в вере в вере и и когда они стали приходить в иерусалимскую церковь они слышали благодать но не могли расстаться с законом для них все эти признаки закона моисеева были очень существенными в их жизни это и обрезания различные виды обетов и так далее они были немощными в вере они должны были находиться в этой жизни где очень много говорится и в присутствии Бога в благодати милости и любви не по делам как пастор Нурлан упоминал вступление он спас явилась благодать Божья спасительная и он спас нас не по делам праведности собственными а по своей милости по своему видению перспективе и вот второе путешествие и в этом втором путешествии Павел и сила это уже 16 глава они проходят вместе по разным церквам которые были насаждены Духом Святым в разных местах они находятся в Малой Аси это то место которое сейчас занимает Турция и они хотели после нескольких городов они хотели идти на восток но никак не получалось мы не знаем как это происходило потому что написано здесь в 16 главе дошедшие дошедшие до мессии предпринимали идти в Вифинию но дух не допустил их как это произошло в 8 стих в 8 стих миновавши же миссию сошли они в Троаду и было ночью видение Павлу предстал некий муж македонянин в видение прося его и говоря приди в Македонию и помоги нам после этого видения тот час мы решили отправиться в Македонию заключая что призывал нас Господь благовествовать там замечали открывалось это целое удивительное пространство и Македония очень важная колония Римской империи Македония они посещают Филиппы город большой город один из главных городов Македония там у них проходит да когда они были еще в Малой Асии в Дервии и Листре то там произошло такое событие это глава 16 первый стих дошел он до Дервии и Листре и вот там был некоторый ученик именем Тимофей которого мать была иудеянка уверовавшая а отец Эллин и о котором то есть о Тимофее свидетельствовали братья находившиеся в Листре Тимофей пришел в церковь которая была насаждена в Листре и в иконе 3 стих его пожелал Павел взять с собой и взяв обрезал его ради иудеев очень интересное замечание ни обрезания ни не обрезания роли не играют в Иисусе Христе тогда а зачем Павел сделал обрезание Тимофею откуда Тимофей у него мать еврейка отец Эллин Павел по своему своей нацеленности во время путешествия обязательно начинает с синагоги и здесь с ним еврей и в синагоге будут встречаться с немощными в вере в Иисуса Христа евреями поэтому он решил так как Тимофей участвует в команде и чтобы не было никаких препятствий Тимофей он должен стать как бы евреем по закону Моисееву хотя он и в этом был научен но это он делал для иудеев с которыми будет встречаться в разных городах Римской империи он уже тогда определил что Тимофей как было написано два послания к Тимофею это удивительный ученик которого он подготовил и ради евреев которые могли бы не принять Тимофея ты произошел от евреян еврейки и ты не обрезанный что такое они бы смотрели на второстепенное которое уже не имеет смысла а если мы прочитаем деяния двадцать первую главу то для евреев в Иерусалиме это все смысл имел как это так мы слышали что Павел обучает чтобы не обрезали своих мальчиков еврейских семьях они требовали этого посмотрите кто на первом месте и что было на первом месте закон моисеев для того чтобы преодолеть это нужно было очень много говорить об Иисусе Христе и говорить сравнивая Писание с тем что произошло всего несколько лет назад если по времени сделать временной срез то и Филиппы и далее Фессалоника это пятьдесят первый год двадцать лет прошло какие замечательные верующие как они сражались за то чтобы евреи увидели Христа они приходят вместе апостол Павел Сила и Тимофей приходят Филиппы там у них замечательная евангелизация там не было синагоги но было место где евреи встречались для молитвы у реки там они встречаются несколько женщин которые восприняли это слово которое Павел говорил и одна из них Лидия она открыла двери своего дома и они пробыли там некоторое время в Филиппах к ним приходили люди и много верующих стало но вот они шли и несколько дней уже ходили по этому городу Филиппы и за ними к ним пристала молодая особа которая была одержима духом прорицания которого называли питон и за счет этого дара который был от нечистого духа на этой девушке ее хозяева получали неплохие деньги и им хотелось бы чтобы так продолжалось они не знали что это нечистый дух да они вообще не имели представления и вот происходит так что эта девушка стала ходить вместе с группой апостола павла и все время вот он проповедует и она вмешивается говорит вроде бы правильные слова люди люди идите сюда вот здесь есть такие которые говорят о пути спасения павел хочет сказать о спасителе она прерывает и он понял это противящийся дух противящийся евангелия и он запретил этому духу когда узнали о том что эта девушка потеряла способность дух вышел из нее и уже теперь она не приносит такого дохода хозяева схватили и подговорили людей апостола павла и силу привели на главную площадь города филиппы а это была большая деловая часть города там был и рынок большой ну в общем центр и также муниципальные заведения воевод этого города столько было шума и требовательности и истерия которая поднялась воеводы определили что нужно побить плетьми павел 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 и сила которые получили откровения от духа святого не стали заявлять что они граждане римской империи а всякое избиение гражданина римской империи каралось за это могли распять они позволили чтобы произошло это истязание их потом отправили в тюрьму это шестнадцатая глава книги деяний темничный руководитель страж главный услышал какое требование он сам испугался перед ним стояли двое главных преступников в филиппах я хочу я это рассказываю для того чтобы предварить что будет происходить в фессалониках и как в те времена ложь на лжи была и уже пошла ложь такого и религиозного характера и так далее и как нужно было противостоять этому как нужно было гореть и не и не потерять этот запал Духа Святого присутствия темничный сторож приказал чтобы этих преступников силу и павла отправили в карцер их заковали в колодке мучительное состояние я представила себе это и они находились в таком положении в час два уже ночь идет вы смотрите какая идея пришла Павлу он стал петь сила тоже примкнул к этому пению в тюрьме в других палатах услышали пение стали тоже подпевать на небесах ангелы услышали это пение стали ликовать и вот уже вся тюрьма зашаталась от землетрясения камеры открылись колоды упали этих заключенных карцер открылся дверь прибегает темничный сторож и он понял что все его казнят он хотел покончить жизнь самоубийством достал свой кинжал и услышал голос ничего не делай с собой мы здесь никто не убежал не ушел и тогда этот темничный сторож пришел и сказал удивительные слова расскажи мне как спастись все было атмосфера была насыщена этой вестью о спасителе о спасении и перед ним такая возможность узнать на следующий день апостола павла и силу отпустили и они приходят через некоторое время в фессалонику это уже семнадцатая глава интересное название фессалоника ника обозначает победа я искал по в различных источниках никак не получается говорится о том что когда то этот город а он находился рядом с термальными источниками да и воды залива были такие теплые это было очень богатое место фессалоника туда пришли павел сила и тимофей так вот оказывается раньше назывался город термо это горячий термальный но потом сестра Александра Македонского вышла замуж а ее звали Фесалия вышла замуж за одного из генералов армии Александра Македонского Кассандра вот и он в честь нее переименовал город в Македонии и стал называться Фессалоника Фессалия Нейка и вот меня интересовало что ж такое Фессалия и нигде это нету и в конце концов в одном из справочников нашел это называется это не что иное как ложь ничего себе имя для девочки вружка но интересно что в этом городе где побеждала ложь засияла истина очень интересно и здесь написано в первом стихе Павел Силуан это письмо пишет Павел и он вместе с Силуаном или силой и Тимофеем и я так подумал что для того чтобы что-то сделать такое ободряющее команду а это целая команда Павел предложил давайте мы напишем само письмо пишется из Каринфа верующим в городе Фессалоники там они пробыли ну где-то около месяца потом их погнали оттуда когда они там были посмотрите что происходило и так 17 глава 1 стих они пришли в Фессалонику где была иудейская синагога Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними в синагоге из Писаний что он говорил 3 стих открывая и доказывая им что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что этот Христос то есть Мессия есть Иисус человек по имени Иисус что имя обозначает Спаситель которого я проповедую вам заявил заявлял Павел и слушайте 4 стих и некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и силе как из элинов чтущих Бога это были элины которые стали празелитами теперь они принадлежали к иудее по закону Моисееву великое множество так и из знатных женщин немало и так некоторые из них в синагоге уверовали и присоединились к Павлу и силе как и из элинов чтущих Бога великое множество так и из знатных женщин немало 5 женщин немало 5 стих но неуверовавшие иудеи теперь смотрите за тем как действуют в синагоге неуверовавшие иудеи возревновавшие и взявши с площади некоторых негодных людей на площади ну много людей разные эти были низкого сословия я не хочу сказать что низкое сословие мы не смотрим на сословия а здесь они набрали тех которые могли за небольшие деньги примкнуть к осуждению кричать орать и так далее негодных людей собрались толпою и возмущали весь город и приступили к дому Иосона где находился проживал эти ну считайте три недели по крайней мере Павел силы и Тимофей и домогались вывести требовали чтобы вывели их к народу не нашедшие же их повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальникам ну городские начальники это митрополия был город Фессалоники это один из самых главных городов в Римской империи даже может быть второй по значению и так они обратились к городским начальникам кричали что эти всесветные всесветные возмутители пришли и сюда а Иосон принял их и все они поступают против повелений ну чих кесаря как быстро можно этих начальников перевести в политическое русло идет восстание против кесаря пришли сюда против повелений кесаря почитая другого царем Иисуса и встревожили народ и городских начальников слушавших это но получив удостоверение от Иосона хозяина того места где на время остановились Павел Сила и Тимофей он не кричал это был человек сдержанный грамотный поверивший это был человек один из тех кто почитал Бога в этой синагоге в Фессалониках и так но получившие удостоверение от Иосона и прочих отпустили их братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию другой город куда они прибывшие пошли в синагогу иудейскую здешние им были то есть в Вере были благомысленные фессалоникийцы они приняли слово со всем усердием ежедневно разбирая писание какая красота ежедневно разбирая писание точно ли это так и многие из них уверовали и из эллинских почетных женщин и из мужчин немало 13 стих но когда фессалоникийские иудеи узнали что и в Вере проповедано Павлом Слово Божие то пришли и туда возбуждая и возмущая народ ай ай ефесянам вторая глава вернее вторая глава третий стих чадо противления возмущая почему потому что люди стали откликаться на эту весть которую проповедовал Павел там нужно было исполнять дела а здесь все дела уже были исполнены и нужно было только принять и вот послание первое послание фессалоникийцам мы читаем его Павел и Силуан и Тимофей давай напишем Павел говорит давайте напишем письмо фессалонике давайте напишем в Москву письмо нашим братьям и сестрам давайте напишем письмо в Тюмень нашим братьям и сестрам порадуемся в Господе в присутствии Бога а Он почтит наше начинание Павел и Силуан и Тимофей церкви фессалоникийской которая находится в Боге Отце и Господе Иисусе Христе если бы вы читали это на греческом языке то вы обнаружили такую интересную вещь в греческом языке есть артикли и они ставятся почти перед каждым словом но если несколько определений и участников и там нету артиклей то это все единое единым стал смысл на греческом языке церкви фессалоникийской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе и Отец и Сын одно и нравится меня это радует вообще не то что я бы сомневался но меня радует апостол Павел так замечательно акцентирует на это внимание что можно пожелать этой церкви в фессалониках благодать вам и мир от Бога Отца нашего благодать и мир раньше без Иисуса Христа было сказано что допустим в книге Исаии первая глава по моему шестнадцатый стих что вы приходите топтать дворы мои говорит Господь мне ваши жертвы не нужны они поменяли указания жертвы на мессию на фактическое выполнение очищения фактическое это якобы жертва происходила через животных а указания это жертва пока существует до тех пор пока не придет мессия благодать вам и мир все в Иисусе Христе мы получаем по благодати прощения грехов мы получаем с вами покой это уже все было определено еще до сотворения мира послание к римлянам 8 глава 29 стих он предузнал кто примет его и уже определил он определил какие мы будем и обыкновенный человек а мы с вами были обыкновенными людьми скажет а я вот таким хочу быть бог бог тебя любит конечно у тебя остается еще ветхая греховная природа чадо противления но кто из вас больше то бог или ты он он тебя обязательно победит своей любовью своей милости он уже очертил те горизонты в которых ты будешь находиться поэтому мы с вами такие удивительные мы не меняем нашу наше послание мы так и говорим у Бога Отца в Господе Иисусе Христе есть для нас благодать благодать спасения вечную жизнь благодать спасения на каждый день а вместе с этой благодатью покой потому что он формирует нашу веру через слышание Слова Божьего 2 стих мы всегда благодарим Бога это Павел Силуан и Тимофей представляете как Тимофей молодой парень и вот он вместе с апостолом Павлом и пророком из Иерусалима пишут это письмо всегда благодарим Бога за всех вас это обучение всегда благодарить Бога всегда благодарю Бога за каждого спасенного и благодарен Бога Богу за это видение каждого спасенного глазами глазами Иисуса Христа и благодарим Бога за то, что Он дает нам эту удивительную любовь вспоминать в наших молитвах можно здесь сделать паузу мы здесь и закончим и подумать о тех кого вы знаете и благословлять и благословлять думая о тех кого мы знаем приглашать в эту молитву и в эту радость и Силуана и Тимофея и того и другого радоваться вместе потому что мы спасенные у нас удивительная жизнь удивительное предназначение Павел когда бы не приходил в синагогу или же когда он разговаривал да вообще со всеми он объяснял кто такой мессия кто такой помазанник божий для чего он пришел это чудо это чудо три недели Павел пробыл там и вот теперь он пишет это письмо и это письмо наполнено смыслами и мы можем брать какова моя церковь вот церковь в Фессалониках она была в Боге а моя церковь и моя церковь в Боге почему да потому что мы это изучаем Слово Божие и мы изучаем Господь Бог Отец Господь Бог Иисус Христос Отец замыслил передал сыну и вот и мы может быть да вчера мы разговаривали с супругами говорили по телевидению о знаменитом писателе я я как-то размышлял о судьбе писателя а чеками был и что с каждым новым произведением человек мог ну выдыхаться и понимать я не знаю напишу ли последующее мы с вами проповедуем практически почти одно и то же но с такими гранями этих даров этих драгоценных камней этого золота святости этого серебра искупительной работы для нас для всех и мы разносим с удовольствием эту весть спасения аминь отец наш небесный мой благодарный тебе за это послание послание к писалникийцам пришла истина побеждающая в тот город который назывался победа лжи господи какая радость быть в твоей истине в твоей любви и наполняться твоими смыслами воззрениями может быть среди тех кто слушает это слово по интернету есть человек который не знает Иисуса Христа как своего спасителя вы никогда не ошибетесь принимая его две тысячи лет уже это Евангелие звучит и везде Иисус Христос везде Иисус Христос помолитесь скажите простые слова я могу сформулировать их вы можете повторить согласиться Отец наш небесный мы благодарим тебя за Иисуса Христа Господа нашего Господь Иисус прости мои грехи спаси меня подари мне вечную жизнь научи меня твое слово твоему слову приведи в живую церковь во имя Твое мой Бог и Спаситель Иисус Христос я прошу и молюсь аминь слава Богу не знаю не знаю я